Далекое лето 1975 года. В Одессе, где были намечены всесоюзные детские соревнования по парусному спорту, случилась эпидемия холеры. Город закрыли. Срочно была найдена замена. Молодой Волгодонск. И спортсмены со всей страны, а это 15 команд, порядка 300 лодок, двинули к нам. С тех пор берет отчет всесоюзная слава Волгодонска как отличного места для гонок. Много солнца, много ветра, удобная гавань. Само собой пошло развитие Волгодонского яхт-клуба. Сколько воспитано чемпионов, призеров и просто хороших людей. Повод для ностальгии для людей старшего поколения. Однако, желающих поностальгировать, хочется пригласить не в столь далекий 2010 год. Что за времена были? Тогда и Фирсов был почти для всех хороший, и воды полно, и даже потомок адмирала Ушакова, по крайней мере он так себя называл, приехал в Волгодонск, чтобы открыть нам глаза на мир. Это май 2010-го. В ТРЦ презентуют лодку, только что сошедшую с верфи недавно открытого в Волгодонске яхтиного центра «Адмирал Ушаков». Возрождение города в части морской столицы Пяти морей. И то, что сегодня сделали, я думаю, что есть такие нормальные энтузиасты своего дела, как Виктор Воликов, как Алексей Борисович Ушаков, которые, наверное, действительно возродят морскую славу нашего города. От таких слов прямо второе дыхание открывалось. Да и потомок Алексей Борисович Ушаков двигал тему грамотно, с размахом. Казалось, в Волгодонск ждут головокружительные перспективы. Создание таких центров, оно оживляет регион. И мы надеемся, что за нами сюда придут другие люди и придут деньги, чтобы поднять яхтинг, поднять город, интерес к этому делу и оживить вашу жизнь. И нашу тоже. На этом фоне мало кто обратил внимание на следующий нюанс. Яхтенный центр «Адмирал Ушаков» выкупил у муниципалитета территорию, на которой почти 40 лет располагается городской яхт-клуб и отделение парусного спорта с дюшор номер 29. Раньше школа платила аренду городу, теперь новому собственнику, адмиралу Ушакову. Ну это ж вам не СССР, где не надо было платить никому за то, что занимаешься спортом. В общем, так и зажили. На верфи строили яхты, а спортсмены также выходили в акваторию Цымлянского моря на тренировки, устраивали плановые соревнования. Друг другу не мешали, а иногда и помогали. Долго ли, коротко ли, а грянул на верфи кризис. Хваленную электру, на которой можно и в гонку, и в кругосветку, покупать никто не спешил. Говорят, цену на нее заломили чуть не втрое выше аналогов, которые хоть и проще, но доступнее. Месяц за месяцем верфь пустела, производство сворачивалось, и вот к лету 2015-го вместо гордого знамени адмирала Ушакова трепещет на мачте огрызок. И где теперь потомок? Уже с лета этого года было понятно, что новому собственнику, Бинбанку, у которого адмирал Ушаков взял кредит и прогорел, нужно только вернуть свои деньги. Вот и продает управляющий, назначенный Бинбанком, все имущество по документам, принадлежащие яхтцентру адмирал Ушаков, и одновременно минимизирует затраты. Ну, например, проданы понтоны, отключен газ. Как сообщил в телефонном интервью директор с Дюшор номер 29 Алексей Цветнов, решением вопроса с Бинбанком занимается замминистра спорта Ростовской области Самвел Аракелян. Также в курсе дела замгубернатора Игорь Гуськов. Пока никаких кардинальных мер Бинбанк не предпринимает. В перечне объектов недвижимости, выставленных банком на продажу, Волгодонский яхтцентр не числится. Переговоров лицом к лицу с представителем банка пока не состоялось, но сценарий диалога очевиден. Хотите сохранить парусную школу? Купите! С Аракеляном переговорил, он вышел на Гуськова. И вот последняя моя встреча с Аракеляном закончилась тем, что он сказал Гуськов, сказал, что в этом году покупки не будет, а сумма начиналась, это где-то 11 миллионов. Бинбанк просил за него. При разговоре Аракеляна с этой Ольгой Игоревной сумма выросла до 12,5 миллионов рублей. Короче, банк имеет по сути желание торговаться. Тем временем преподаватели и воспитанники Волгодонской парусной школы готовятся к встрече Нового года. Перспективы в 2016 году туманные, однако детям это знать не обязательно. Деда Мороза приглашать не надо, у наших яхтсменов он свой. Петр Петрович Каханов, приехавший в Волгодонск в достопамятном 75-м году. Бессменный командор городской парусной школы. Ну а Снегурочкой, надо полагать, станет старший тренер Владислава Украинцева. Неоднократная чемпионка и призер российских и международных соревнований. Она так прокомментировала ситуацию с новым руководством былого яхтенного центра. Никаких препонований нам не чинят. Единственное, что выключили нам отопление, но это по независимым от них причин. Это просто чисто экономически некому платить за это отопление. Как бы газ отключили, но они его и себе отключили. Ну а так как бы мы как занимались здесь, так и занимаемся. Ну пока неизвестно, что будет с нового года. Мы в подвешенном состоянии. Ясно. Ну а если воды не будет, то как? Ну вы знаете, наши яхточки, у них осадка очень маленькая. То есть мы в любом случае будем выходить. Весной все равно вода будет. Сколько бы ее ни было, ее будет. То есть главное, чтобы была база и где было базировать лодочки. А как уже мы найдем? Может на Дону где-то будем, может еще что-то. Ну а будем молиться богам, чтобы пришла вода.